выездные церемонии я веду уже два года это будет третий сезон когда я буду работать если честно мне еще трудно ответить на вопрос признание ли это моей всей жизни но на данном этапе и мне очень нравится этим заниматься я считаю что соединяет сердца воедино это достаточно мило и интересно и очень искренне и наверное именно о такой работе тире хобби я мечтала когда придумывала кем бы я хотела стать в детстве именно мое образование помогает мне творить и писать то есть не только вдохновляться парами но и действительно понимать как это должно быть и по структуре то есть кроме кого-то просто вдохновение искренности журналистика помогает это структурировать как на самом деле моя работа началась с моего 18-летия потому что свой день рождения я организовывала при помощи татьяны мирошниковой который мне очень помогала она искала ведущих вместе со мной диджеев и появлялась я на свой день рождения в танце с двумя близнецами и эта подготовка меня так просто с головой укрыла что мне это очень понравилось и когда прошло день рождения мне не стало и классно весело интересно а наоборот немного грустно что весь этот процесс закончился и хотелось как-то вновь вернуться в ивент сферу и снова пообщаться с теми людьми которыми я общалась при подготовке но уже наверное каком-то другом уровне первая пара да это татьяна и саид я их очень хорошо помню это было на берегу моря выездная церемония коленки дрожали я была достаточно неуверенно в себе как моя поддержка и помощь со мной была моя мама но как ни странно все прошло очень хорошо и легко то есть не было в тот момент когда я начала говорить начала речь лица уже не было волнения и страха что получится что-то не так потому что в принципе в таком деле мне кажется нет варианта что что-то не получилось если начал то уже нужно как-то убрать себя в руки и контролировать потому что это самый главный день в жизни людей которым даришь этот праздник вы и знаете рима в принципе отличается лишь тем что это проходит не в загсе а соответственно в любой локации где вы пожелаете будь то парк ресторан где будет само мероприятие проходить но такое глобальное отличие от текста который мы привыкли слышать от церемонии мейстера в загсе это индивидуальный подход то есть пара рассказывает свою историю либо интересные какие-то моменты из путешествий либо как они познакомились и иногда из вот ну всегда приходят и на первой встрече гитара с банальной истории мы познакомились в интернете или в кафе или друзья а потом когда при живом общении начинаешь общаться и даже самые такие вот закрытые люди раскрываются настолько что каждая история действительно индивидуально и это именно отличает ну вот выездные церемонии от привычных которые там у людей на подсознании там уже сидят 20 лет я всегда максимально стараюсь выглядеть подобающе мероприятию то есть быть в цветовой гамме соответствующим настроением то есть понимать какие какая цель у пара вызвать настоящие искренние эмоции или показать то какие они веселые классные может быть для кого-то это такой серьезный акт благодарения для родителей и в свою очередь они хотят именно им посвятить это то есть вот в концепцию мероприятия вписаться достаточно нетрудно если ты хорошо пообщался с людьми знаешь их и они раскрываются тебе тогда это получается на все сто процентов есть ребята которые не то что с недоверием относятся нет но просто хотят быть на сто процентов уверены как пройдет самый главный день в их жизни поэтому иногда они просят встретиться и предварительно прочитать или хотя бы вот какие-то там главные моменты проговорить безусловно саму хронологию церемонии мы обсуждаем заранее чтобы они были готовы да вот сейчас будет каравай сейчас будет рушник а сейчас нам нужно чокнуться бокалами ну то есть это они в курсе но самого текста я ни разу не репетировала с ребятами от а до я потому что считаю что ну вот эта искренность она должна быть впервые только когда они впервые слышат текст когда они о себе историю конечно сто раз прокручивая в голове но слышат от третьего лица это конечно волшебно я считаю что этот эффект можно достигнуть лишь лишь тогда когда это звучит впервые для них конечно бывают моменты импровизации когда ты видишь что им настолько нравится то что ты говоришь сейчас а по тексту ты понимаешь что в принципе это подходит концу и ты смотришь на их влюбленные глаза это начинаешь творить и рассказывать еще больше о них вспоминать какие-то истории которые рассказывали они которые не прописаны в самом тексте да такое бывает но от сценария стараясь не отходить в каком плане это немножко сбивает и заставляет ну переживать и нервничать хочется чтобы вот эта картинка прошла на сто процентов красиво и уверенно без каких-то малейших даже проблем поэтому до моменты импровизации есть но в целом отклоняться от текста стараюсь этого не делать да я считаю что я романтичный человек и ну вот именно истории именно люди вдохновляют на это потому что фильмы книги это одно но это что-то скорее уже продуманное прочувствованное тобой потому что воспринимается все равно как субъектом человеком а когда с тобой делится настоящими какими-то волшебными историями люди которые находятся близко до живут в одном с тобой городе и ты не подозреваешь какие истории могут быть просто проходящих людей это действительно вдохновляет есть те пары которые благодаря социальным сеть сетям я могу следить за ними и в реальной жизни очень приятно вот у меня недавно был день рождения и многие из конечно девушек в основном невест уже жен поздравляли и отписывали не просто там поздравляем с днем рождения действительно какие-то большие поздравления очень душевные искренне это было очень приятно получать так как ну они в моем сердце оставляют безумный след и вот наверное благодаря таким сообщением и каким-то историям которые я вижу после того как заканчивается церемония надеюсь что я след в их жизнях оставляю тоже я приверженец классических отношений которые мы можем прочитать в книгах увидеть фильмах и несмотря на то что диктует современность мне ближе вот это осознание что такое любовь это мужчина и женщина это два влюбленных сердца поэтому мои пары они очень креативные они очень нестандартные но в моем понимании это те самые классические чувства которые должны быть в жизни каждого человека была у меня одна очень замечательная пара они очень скромно всегда со мной когда мы встречались очень скромно себя вели не особо хотели делиться чем-то хотя были всеми руками за чтоб церемония была индивидуальная не хотят чтобы это была их история но рассказывать как бы особо ничего и не то что не хотели мы видимо стеснялись какие то у них были барьеры именно с ними мы встречались не однажды несколько раз вот как-то так получалось и каждый раз они открывали все по-новому и по То есть с банальной историей, как они начали рассказывать, что мы познакомились на работе, я узнавала такие классные вещи, как вроде бы такие довольно строгие, что жених, что невеста, сидя передо мной, рассказывают, как они подкидывали друг другу какие-то романтичные записки в стол, звали друг друга на необычные свидания, и вообще они такие экстремалы. То есть меня удивляло именно то, что достаточно вот такого человеческого контакта с людьми, чтобы они начали открываться, и то, что впервые, наверное, трудно разглядеть за, может быть, такой порой строгой внешностью, потому что они очень такие ранимые, романтичные и сентиментальные люди. Если говорить именно о настроении, о подаче свадьбы, недавно я посетила мастер-класс, который проходил в Москве, называется он Total Soul. Весь акцент был на то, что главное вызвать эмоции. Каким способом делают это они сейчас там, и вообще это тренды, наверное, которые идут с какой-то запада, и, надеюсь, скоро они будут у нас, это режиссерские свадьбы. То есть когда и жених, и невеста, не особо вникая в курс дела, участвуют в настоящем фильме, в настоящей постановке, то есть включают актерское мастерство благодаря, не знаю, там, оркестрам, которые их окружают, благодаря группам, коллективам. То есть включаются в это события, но, конечно, безусловно, таким свадьбам нужно посвящать много времени, имея в виду подготовки как для жениха и невесты. Если они располагают им, то это, конечно, очень классный формат, потому что это даже не так затратно по бюджету, как может казаться, но это требует других затрат, и энергетических, и временных. Но это классно очень, когда, на самом деле, твоя свадьба станет просто каким-то особенным действом, постановкой, как мы можем наблюдать в театре. Только это все по-настоящему, и мы знаем этих людей, мы знаем их историю, и, тем не менее, окунаемся прямо в их мир с головой. Мне всего лишь на сегодняшний день 21 год, и вся жизнь впереди. На данный момент у меня есть молодой человек, которого я безумно влюблена, и благодаря которому я уверена, что в этом году мои церемонии будут наполнены еще более чем-то романтичным, потому что я сама это переживаю и понимаю, как это может быть. Поэтому это, безусловно, очень вдохновляет. Но, если честно, признаться вам по секрету, о свадьбе как таковой, в, может быть, классическом формате, я не мечтаю, как каждая девушка. Белое платье — это очень прикольно и классно, но я считаю, что романтическое путешествие с любимым человеком, где-то на берегу моря, церемония для двоих, ну вот лично для меня это какой-то идеальный сценарий. Редактор субтитров А.Семкин